Будущим водителям придется раскошелиться. Автошколы намерены поднять плату за обучение. Некоторые ценники уже переписали. Говорят, не по своей воле. Что подвигло к этому преподавателю вождения, расскажут мои коллеги. Те, кто успел учиться водить машину за 18 тысяч рублей, остальным придется заплатить чуть больше, 20 тысяч. Автошколы повышают цены. Причин для этого достаточно. Бензин постоянно дорожает. Аренда тоже. Да и зарплата инструкторов должна быть на должном уровне. Эта мера вынужденная. Согласовать ее невозможно. То есть, например, есть объект, да, там, субъекты, некоторые автошколы, которые пытаются демпинговать. Но демпинговать за счет количества, либо экономии на чем. Пока еще можно найти курсы подешевле. Конкуренция в городе большая. Но о едином тарифе автошколы все же договорились. Не дороже 20 тысяч рублей. Однако цена не всегда главный фактор. Все автошколы повышают цены. Но если кто-то другие автошколы не повысит, конкуренция от этого немного увеличится. Но все равно большинство людей в данный момент смотрит на сдаваемость автошкол, на результат их, как в ГАИ, так и на уровень мастерства, который дают инструктора. Под повышение я не попал, но, наверное, с повышением цен все равно будет кто-то искать автошколы подешевле, кто-то покачественней. Так как у нас зарплата сегодня не позволяет за такие большие деньги учиться, кто-то будет искать дешевое. Из-за большого количества ДТП с участием новичков процесс обучения закон усложнит. На теорию планируют отвезти 104 часа, а на практику 56. То есть учиться придется гораздо дольше, а значит дороже. Альбина Батышина, Наталья Поткина. Вести Татарстан. Набережные Челны.